Казахстан В Тарагандинской области на шахте имени Кастенко, принадлежащей Арселор Митталтимиртау, произошел взрыв. Всего в это время в шахте находилось 252 человека. Большую часть удалось вывести на поверхность. На момент записи нашей сейчас уже более 30 человек погибли. Поиски людей еще продолжаются. Президент Асамжамар Тукаев незамедлительно вылетел на место трагедии. Также на месте трагедии этой страшной работают представители всех спецслужб страны. Глава государства поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Уже известно, что семьям погибших будут назначены пособия по потере кормильца из трех источников. Это республиканский бюджет, социального страхования и компании по страхованию жизни. И общий ежемесячный средний размер выплат составит 400-500 тысяч тенге до достижения иждивенцами 18-летнего возраста. Если дети будут обучаться в вузах, то до 23 лет. Для выяснения обстоятельств создана правительственная комиссия. Асамжамар Тукаев встретился с семьями и родственниками погибших горняков, выразил свои соболезнования. Воскресенье 29 октября объявлен днем общенационального траура. Представители НПК, Народной партии Казахстана, в числе первых были на месте трагедии. Мы создали специальный штаб, и мы его не будем распускать. Народная партия Казахстана намерена держать руку на пульсе и быть готовыми оказать поддержку на своем уровне. Я хочу выразить соболезнования семьям погибших шахтеров от себя лично и от лица всей нашей НПК. Знаете, мы решили внепланово сегодня выйти в эфир, потому что я просто не имею никакого морального права молчать, игнорировать случившееся, не только как политик, но как гражданин своей страны. Караганда, Карагандинская область – это родное для меня место. Я там регулярно бываю, встречаюсь с людьми, в том числе и с шахтерами. В прошлом году я встречался с трудовыми коллективами, и среди них были шахтеры с шахтой имени Костенко. Я вспоминаю нашу встречу, и сейчас с ужасом и горечью думаю, кто из тех людей, которые были на той встрече, и остались живых. Вот уже тогда шахтеры говорили мне о плачевном состоянии шахт, о несоблюдении техники безопасности, о низких зарплатах, нарушении условий труда, отсутствии социальных гарантий. Ветераны-шахтеры говорили мне, что в шахтах экономят на безопасности. Компания пытается извлечь прибыль, не утруждая себя заботой об условиях, в которых трудятся шахтеры. Еще в прошлом году мы открыто заявляли, что трагедии на Арсерлоу Митталтимиртау, они приобрели регулярный характер. Трагедии со смертельным исходом были в 2021-2022 и в нынешнем году. По официальным вообще данным, за последние 15 лет на объектах Арселора погибло свыше 100 человек. Свыше 100 человек. Субботняя вот эта трагедия, она добавила в этот список новые жертвы. И за все время работы Арселора Митталта в Казахстане на ее предприятиях, ну и в середине 90-х годов, погибло более 170 человек. И вот эта цифра, она продолжает расти. Я процитирую вам сейчас хрестомантийное определение сути капитализма. Его сформулировал британский профсоюзный деятель Томас Данин. А мы же живем в государственно-олигархическом капитализме. Вот в своем капитале Карл Маркс его потом процитирует. «Обеспечьте 10% прибыли и капитал согласен на всякое применение. При 20% он становится оживленным. При 50% положительно готов сломать себе голову. При 100% он попирает все человеческие законы. При прибыли 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы хотя бы под страхом виселицы». Конец цитаты. Арселор, Миттл, Тимиртау, виселицы они не опасались, как и казахстанских законов. Еще после трагедии на шахте Казахстанской в августе премьер-министр Алихан Смаилов публично заявил, что собственники шахты уделяли внимание только получению прибыли без создания должного уровня безопасности. Сейчас президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией Арселор. А правительство тут же отрапортовало, что уже достигнута предварительная договоренность с акционерами и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан. Вы заметили здесь слово «национализация»? Вот я тоже не заметил. Я вот не понимаю, почему наша власть, правительство вот так избегают этого слова. Слово «национализация» ведь не относится к нецензурной лексике. По оценкам экспертов, в лучшем случае Арселору Миттл вложил в свои предприятия в Казахстане, в лучшем случае, где-то около полутора миллиардов долларов. При ежегодной чистой прибыли в миллиард долларов. Вот и считайте. Компания пришла в Казахстан в далеком 1995 году. Это получается, из предприятия выкачали десятки миллиардов долларов. Если бы часть из этой прибыли действительно тратилась на модернизацию оборудования и совершенствование техники безопасности, то мы бы сегодня не обсуждали трагедию на шахте Казахстан. А до этого на шахте Казахстанская, еще раньше на шахте Абайская. То есть вся история присутствия этой компании в Казахстане буквально пропитана трагическими происшествиями. Данная компания оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием. «Теперь нам надо подумать о том, чтобы принять меры по самому предприятию», высказался на этот счет сегодня президент. Я его процитировал. «По сути, частный зарубежный инвестор, он провалил все свои обязательства, что должно стать основанием для возврата приватизированных предприятий в собственность народа». Президент еще год назад заявил, что с эпохой олигархического капитализма в нашей стране покончено. Мы будем строить государство с высокой социальной ответственностью. Наша партия полностью солидаризируется и поддерживает позицию президента. Очередная трагедия на шахте имени Костенко. По сути, то, что я наблюдаю, сколыхнуло всю страну. Погибли люди. Количество их растет, погибших. Мы видим, что несмотря на многочисленные предупреждения государства, безопасность шахтеров не соблюдается. Олигархи, они вот в своем алчном стремлении к наживе пренебрегают техникой безопасности. Экономят на жизнях шахтеров. Мне довелось побывать в парке высоких технологий в Китае. Я был неделю назад. Я видел, как один человек за монитором может следить и контролировать работу десяти шахт. Это уровень цифровизации, который должен быть обеспечен и у нас. И государство должно за этим следить. Но у нас ведь какой подход? Государство, дескать, плохой собственник. Надо все отдать частной руки. Ну вот нам всем горький урок. Сейчас разбираться в том, что натворил частный инвестор, предстоит теперь государству разбираться. В их ответственности за жизнь своих работников мы все наглядно убедились. Поэтому позиция Народной партии непреклонна. Национализация всех стратегических объектов, восстановление общенародной собственности. И от имени народа государственные менеджеры будут всем этим управлять. Большую часть заработка оставлять людям и на развитие региона, и особенно вкладывать в безопасность. Другого выхода нет. Казалось, что вот этот самый грязный источник топлива ушел в прошлое. Но сейчас ситуация в Европе резко изменилась. Как пишет Bloomberg, очень солидное издание, «Война России в Украине приводит к росту глобальной зависимости от угля». Выведенные из эксплуатации угольные месторождения получают вторую жизнь в странах Европейского Союза. В Соединенных Штатах Америки растет производство и потребление угля. А Китай и вовсе планирует не только активно использовать старые шахты, но и строить новые. Уголь ведь не только самый грязный, но один из самых дешевых источников топлива на планете. Его употребление выросло на 17% в Америке, а также в Азии, Африке и Латинской Америке. При этом в Европе, взявший курс на энергопереход, к этому моменту существенно сократилось количество собственных угольных шахт. Но с началом войны России и Украины в Европе произошла расконсервация угольных шахт. К углю вернулись по существу сейчас Нидерланды, Польша. О планах увеличить потребление угля взамен российского газа заявили Чехия, Болгария, Румыния, Италия, Германия. Хотя там пока планируется только увеличить производительность уже имеющихся угольных шахт, а не открывать новые. Тем не менее, шахта с точки зрения технологической революции – это уже прошлый век. И человечество не случайно внедряет альтернативную энергетику. И инвесторов в угольную промышленность нужно запускать только на условиях вложения денег в развитие высоких технологий и неукоснительного соблюдения требований безопасности. Если мы и дальше хотим добывать из-под земли уголь, то должны вкладывать огромные деньги в модернизацию шахт, внедрять технологию умной добычи, как это делают в Китае, заниматься углехимией. Известно, что из переработки угля можно получить до 250 видов самой различной продукции. Понятно, что в Казахстане мы не в состоянии взять и в раз исключить угольную промышленность. Альтернативная энергетика у нас в состоянии зародыша к существу. ТЭЦ отапливается углем. А по поводу строительства атомной электростанции все время какие-то антинаучные бурления в социальных сетях. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, она была злейшим врагом для британских профсоюзов, особенно шахтерских профсоюзов. И в начале 80-х она позакрывала все шахты. Ей это стоило колоссальных трудов. Железная леди объявила шахтерам настоящую войну. Она считала, что шахты нерентабельны, но и не без оснований. И вообще тормозят развитием британской экономики. И вот представьте, власти Британии впервые за 30 лет одобрили открытие новой угольной шахты. Да, а вот Арселор Миттал Тимиртау, кстати, контролируется британским миллиардером индийского происхождения, Лакшми Митталом. Его компания получила крупные активы. 8 шахт Карагандинского угольного бассейна, построенный в советский период знаменитый кар-медкомбинат, горно-обогатительную фабрику и инфраструктурные объекты Тимиртау. А на приватизации в середине 90-х годов все это было сделано. Сумма сделки не разглашалась. Мы считаем, что итоги этой грабительской приватизации должны быть пересмотрены. И решение президента Тукаева о приостановлении инвестиционного сотрудничества с компанией Арселора и передаче предприятий в собственность государства полностью соответствует предвыборной программе Народной партии Казахстана. Мы требуем возврата народу Казахстана имущества олигархов и незаконно приватизированных предприятий и организаций. Принципиальная позиция и решительные действия главы государства получают полную поддержку нашей партии в рассматриваемой теме сегодняшней. Отсутствие системного подхода в решении проблемных вопросов работников горно-металлургической отрасли будет и дальше приводить к дестабилизации социальной обстановки на предприятиях отрасли. Но такие проблемы есть не только в Караганзинской области. Вот неоднозначная, например, ситуация сложилась на месторождении Бестубе. 26 марта на встрече с профактивами жителями поселка Бестубе Акмолинской области мы выслушали позицию всех сторон. Неопределенность в планах руководства компании создает нервозную обстановку в трудовом коллективе. У компании были планы снести весь поселок и добывать руду открытым способом. Для этого и была затоплена действующая шахта. Работники требуют восстановить вот эту бестабинскую обогатительную фабрику и запустить рудник для подземной добычи руды. Тяжелая социальная и экономическая ситуация затягивается. И с 1 июня 2021 года компания платила среднюю зарплату с 13 января 2022 года 50% средней заработной платы, да? А с 1 февраля работники численностью полторы тысячи человек получают, знаете, какую минимальную зарплату? 70 тысяч тенген. Общая численность жителей поселка около 6,5 тысяч человек. Многие работники в кредитах и ждут решения. 19 декабря 2022 года отраслевой профсоюз шахтеров и металлургов «Казахметалл» подписал меморандум о сотрудничестве Народной партии Казахстана. Партия выдвинула законопроект об изменениях в закон о профессиональных союзах. Пришло время для восстановления справедливости. И закон о профсоюзах, и трудовой кодекс должны защищать права трудящихся. НПК поддержала инициативу отраслевого профсоюза по снижению пенсионного возраста для работников, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда. Это была одна из наших предвыборных инициатив. Во всех постсоветских странах для шахтеров сохранились сроки выхода на пенсию 50-55 лет. Во всех, лишь в Казахстане отменены эти льготы. Горняки и металлурги за 25-30 лет работают в тяжелых условиях труда, вдыхая вот эту рудничную пыль, углекислый газ от подземной самоходной техники, подвергаясь воздействиям шума, вибрации, последствиям буровзрывных работ, перепадов температур. Они не могут продолжать работать с полной отдачей до выхода на пенсию в 63 года. И глава государства сегодня уже заявил, что сейчас рассматриваются новые подходы по выходу на пенсию шахтеров. Нельзя построить справедливый Казахстан без решительной смены курса государства. Народная партия Казахстана бороться за будущее нашего народа. Дорогие карагандинцы, Народная партия Казахстана еще раз выражает самое глубокое соболезнование с семьям погибших. В наших рядах много шахтеров и металлургов. Мы не понаслышке знаем проблемы горнорудной отрасли. Нет слов, вот просто нет слов, чтобы чтобы выразить всю горечь. Все наше сочувствие моим землякам, шахтерам. Я не раз бывал на шахтах и знаю, что шахтерский труд это не только техника безопасности, но и множество социальных проблем. Среди них выход на пенсию 50-55 лет для работников, занятых на тяжелых, опасных и вредных производствах. Индексация заработной платы. Я вам даю слово, что мы вас один на один вот с этими проблемами не бросим. Мы продолжим отстаивать ваши интересы с силой терпения вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!